Бизнес-аналитика CMWP Ключевые индикаторы рынка торговой недвижимости по итогам первого полугодия 2023 года. Пожалуй, самой главной новостью стало то, что замещение ушедших брендов практически завершено на такой первый этап. И мы это видим по вакансии в торговых центрах. Вакансия увеличилась относительно начала прошлого года, но незначительно, всего на 2% пункта. И это очень хороший сигнал и для потребителей, и, конечно же, для собственников торговых центров. Что касается потребительского рынка, то мы видим восстановление потребительской уверенности. Уровень потребительской уверенности во втором квартале 2023 года достиг уровня 2019 года. Это очень позитивный сигнал для рынка, значит, что потребители снова готовы тратить, делать покупки, совершать, возможно, крупные покупки. И мы видим также в динамике обороты розничной торговли, что идет восстановление продаж. Важным фактором является то, что, конечно же, отчасти это связано с эффектом низкой базы. Мы помним, что в апреле-майе прошлого года было максимальное снижение провал по розничным продажам. Но, тем не менее, по итогам года вот это восстановление рынка должно результироваться в порядка 5% роста оборота розничной торговли. Напомню, что это не перекроет падение прошлого года. В прошлом году было минус 6,7, но, тем не менее, это, конечно же, очень положительный фактор для рынка торговой недвижимости в целом.